Привет! У меня к тебе очень срочная новость. Пожалуйста, отнесись с пониманием. Поставь лайк под видео. Всё, это и есть просьба. И смотри дальше. Сделал? Сделала? Погнали! 30 вещей, которые бесили нас в детстве. Часть 2, по крайней мере на этом канале. Спать в садике. Одевать колючий свитер. Когда старший брат или сестра не даёт посидеть за компом. Когда мама заставляет доедать. И даже если уже правда наелся, всё равно доедай. Когда родители удаляют все игры с ПК, планшета или телефона, в которые ты рубился минимум год. И даже зарабатывал на этом деньги. Но родителям не понять, что в интернете тоже можно зарабатывать. Ведь можно работать только на заводе. Когда говоришь, что весь класс получил плохую оценку и я вместе с ними. А мама, мне не нужны всем. Ты мой сын. И мне нужно знать, что получил ты, а не все остальные. Когда мама говорит одно сделать, вынести мусор, например, папа другое, сходить, например, за хлебом. Что-то одно сделал, второе не успел и тут же на меня наезжает, что я ничего не делаю. Мыть собаку после прогулки должен, конечно же, я. Ведь мне её покупали. А как поиграться с ней, так все сразу в очередь становятся. Когда сидишь дома, часов четыре подряд делаешь уроки, но устал, пошёл такой чайку, заварил. Или включил игрулю погонять хотя бы на полчаса. И родители наезжают, что я не делаю уроки. Когда шатались зубы, папа говорит, дай посмотрю, просто посмотрю, хрусь и зуба нет. Бесило, когда у тебя не было денег, чтобы купить любимую игрушку. А когда вырос, уже деньги есть, но тратить их на это уже жалко. Когда заставляют мыть за собой посуду, хотя я всегда её за собой мою, а вот они никогда не могут быть за собой. Когда родители рассказывают гостям, какой ты в детстве был миленьким, показывают твои голые фотографии. Даже где-то уже и не особо маленькие. Когда родители тебе говорят, ты мой мальчик, ты мой пусик, ты мой мусик, кушать хочешь тебе не холодно? Одевай шапку, там холодно, ды-ды-ды-ды-ды-ды. И это когда мне уже 15 лет. Когда забыл отключить телефон перед уроком, тебе звонят, и ты не можешь найти этот долбанный телефон. Или когда на уроке тебе звонят или звонят по срочному делу, и правда нужно выйти и поговорить, однако не пускают. Со словами, что там, поставки нефти обсуждать звонят, или Путин посоветоваться, а ну сел быстро. Когда утром перед школой болит живот, а мама не верит, и ты все равно топаешь в эту долбанную школу. А через час уже в больнице. Приходит мама и говорит, ээээ, ну ладно, пошли домой. Когда за столом наложили целую тарелку, а ты это ну просто терпеть не можешь. А тебе в ответ, ты же даже не попробовал. Попробуй, она же вкусная. Когда родные целовали тебя в детстве, особенно бабушки, особенно в губы. Когда друг заваливается в гости, а ты понимаешь, зачем, в принципе, он к тебе приходит. Тупо поиграть в приставку или на твоем мощном ПК. Причем ходит он очень часто, а ты даже отказать ему не можешь. Когда родители говорят, вот в наше время я был совсем не таким, как ты. Я учился хорошо, в 15 лет уже на заводе работал, а ты только в игры играть и умеешь. А как вам, эээ, это коронная фраза? Так, закругляйся давай. Когда тебя одевают как капусту, ты говоришь, что там не холодно. В итоге идешь весь мокрый, как летом. Когда родители насмотрятся всяких передач, где дети убивают кого-то и что-то еще там делают нехорошее. И потом тебе запрещают играть в игры или смотреть голливудские мультики. Бесило, что родители всегда сравнивали с другом. Мол, он дома помогает, учится хорошо и так далее. Спрашиваешь у него, чувак, а ты все это делаешь? А он отвечает, что его родители говорят ему то же самое про меня. Когда родители любят брата или сестру больше, чем меня. Когда тебя на елку, в школу всегда одевали как дебила. А хотел всегда костюм, например, Человека-паука. Спрашиваешь у мамы, может тебе что-то помочь, там, посуду помыть или поубираться? Отвечает, нет, не нужно, я все сама сделаю. На следующий день кричит на меня, что я ей ничего не помогаю. Терпеть не могу эту фразу. Мы не можем себе это позволить. Ну, если у тебя есть деньги, то дай мне. А у меня лично нет такой суммы бесила. Когда родители что-то говорили сделать и аргументировали это тем, что я малой. Потом появлялась сестра, и я радуюсь, что я уже не младший. Но появляется второй аргумент. Вот она младше тебя и понимает больше, чем ты. Дилда. На этом все. Все 30 пунктов я взял точно именно с ваших комментариев, которые вы писали. С моего закрытого канала пишите. И на этот раз комментарий, что бесила вас в детстве. И я обязательно сделаю еще одну часть. Да, это реклама, но она полезная. Помнишь, когда заходишь на сайт Алиэкспресс, начинаешь бояться выбирать честного продавца? Потому что там, наверное, половина из них это кидалы. Эта программа сразу показывает рейтинг продавцов, историю цен, видеообзоры товаров. В общем, действительно годная программа. Ссылка в описании.